Субтитры сделал DimaTorzok И расскажу про очередное обновление в Star Stable И давайте же начнём Начнём с того, что Spirit скоро уходит И вот уже 29 мая, уже через несколько дней Spirit уйдёт вместе со своими фанатками раз и навсегда По словам разработчиков Я не понимаю, зачем они это делают Я надеюсь, что всё-таки Spirit будет возвращаться Но, к примеру, только в летнее время Это было бы очень классно Все бы хотели его, все бы его ждали и шли бы покупать Так что, если вы ещё не успели купить вещи из магазина Которые бы вам нравились То бегите и покупайте Потому что у вас осталось совсем немножко времени Лошадиная ярмарка на этой неделе закрыта Теперь в Star Stable Абсолютно у каждого человека Абсолютно у каждого игрока Новая программа запуска Которая, как вы знаете Была предоставлена не всем игрокам Чисто для бета-тестирования Теперь же эта программа запуска доступна всем А теперь основные новости этого обновления Нам добавили новую породу лошадей А точнее обновлённую Ахалтикинскую породу Порода, она не новая, а обновлённая Одна лошадь стоит в Фортпинте Ещё двух можете найти на виноградниках в хозяйстве Стоят они 850 старкоинцев Одна, которая стоит в Фортпинте Доступна с первого уровня Всех остальных вы можете купить По достижению 13 уровня Пока что доступны масти Такие как перлинно-буланная И тёмно-буланная Давайте же посмотрим на этих милых лошадок Как видите Одна из них Это Я её называю лично Изабеловая Не знаю почему она перлину Я вообще не знаю название этой масти Но я не знаток Я её всегда считала, что это масти Изабеловая Может я чего-то уже не понимаю вообще в этих мастях Вообще их там столько, что я не обязана всё это знать Я же не чистый конник Вот такая вот просто тощая лошадка Худая, высокая С просто очень шикарной мордашкой Давайте же посмотрим Характеристики Сила 1 Детаплин 1 Выносливый стрей И гибкость стрей Ого Она очень гибкая На ней можно было бы кататься вестерн Потому что она очень хорошо бы входила в повороты И огибала бы бочки Удивительно Я думала Только у мастангов И подобных лошадей Вынос Гибкость стрей Ещё и у арабов Но нету Ахалтикинцев Тоже гибкость стрей Давайте посмотрим Более точечно На эту лошадку У неё белая проточная носа Головые глазки И очень шикарная мордашка И шикарные Красиво просто изогнутые уши Новое, кстати, видение Но это нормально Что это доступно только у ахалтикинцев Это збритая грива Хотя я мечтаю Чтобы данная прическа Была абсолютно у всех лошадей Она реально очень худая Очень высокая Простите Ей даже Надо было взять Наверное Лузитана И сверить Какая вообще разница Между лузитаном И этой милашкой У неё Сколько? Три носочка Беленьких У неё очень длинный И просто шикарно Уложенный хвостик Он не идеальный Стряженный А именно шикарно Просто уложенный Но тем не менее Смотрите Вот на заднем коне Стоит лузитан Посмотрите Каких габаритов он То есть Только он выглядит толще Чем вот эта вот лошадка Мне очень нравится Как обновили вообще Эту модель Я её очень сильно ждала Мне всегда было интересно Как Старстейбл Продемонстрирует нам Модельку Хелтикинцев В игрушке Потому что я очень Хорошо знала По фотографиям В детстве Как они выглядят В жигу Так Давайте же Проедем И посмотрим На остальные две масти Вот мы и вновь приехали На обновленные стоила На хозяйство Серебряной поляне И мне до сих пор Непривычно Их здесь наблюдать Давайте же посмотрим На двух других Ахелтикинцев Стоящих здесь Я так понимаю Это буланная Стоит у неё Три тоже носочка Маленький Типичный Я не знаю По сустав И средненький У неё отметина На лбу Такая вот Белая Внутри которой Обычная Кружочка Какого цвета у тебя глаза Глаза у неё Карие Да И он человек Напоминает На спирита Но Это слегка отдалённо Просто потому что Ну Масть похожа Также Очень классно Выглядит хвост В его цвете Который шикарно Уложен Кстати Почему-то Этот данный Конь Не выглядит Настолько Худым Чем Масть Перлина Ну или Просто Мне так Кажется Очень симпатичные Лошадки В принципе Я даже Не знаю Я видела Какие лошадок Этой породы Ещё Будут Выпускать И я ещё Для себя Даже и не решила Какого бы Я хотела Да Да У него Тоже Кротко Стриженная Лива И выглядит Она Шикарно Сразу Вспоминается Спирит Который Постригли Будучи В военном Лагере Американцев Мультики Очень похож На спирита С этой Стрижкой Так Дальше У нас Идёт Масть Тёмно Булан Знаете Я думала Что если Обновлят О хелтикинцев Я сразу Побегу И куплю себе Перлина Но Проблема В том Что Изабеллова Лузитан Так похож На этого О хелтикинца Что я не знаю Есть смысл Ли их брать Хотя Изабеллова Лузитана У меня тоже Пока что Нету Но Уже выращены В приложении Вот так Необычно Выглядит Ему Масть Мне кажется Она немножечко Недоработанная Хотя Я лично Никогда в жизни Живую Таких Мастей Не видела Да и на фотографиях Я такие Обычные Масти Тоже Не наблюдаю Я их специально Не ищу Поэтому Не судите Меня строго У него Один носочек Глаза У него Светло Светло Карие Да Вот такое Пятнышко У него Еще на лбу Слегка Слегка Тоненькой Проточенной Поморочке А у этого Такое чувство Что шея Намного Длиннее Ну Может быть Это искажение Как-то Идет Из-за того Что я бегаю И смотрю На него Неровно Но мне кажется Что у него Какая-то шея Бодлее Тонкая Но Кстати Это все Зависит От масти Потому что Цвет Реально Влияет На Восприятие Модельки В общем С модельками Новых Шикарнейших Ахалтикинцев На этом Пока что Все А дальше Смотрим Что Было Видено В обновлении Наизники Приезжавшие Сквозь лес Грионда Услышали Чье-то Пение И так Как У меня Вечно Выключена Музыка Я должна Срочно Выключить Потому что Я думаю Что Эдна Она На это Все Повлияет Давайте Поедем В лес И узнаем Кто Поет В лесу Не очень Интересно Это узнать Я люблю Такие Мистические Задания И они Очень Очень Индригуют Сразу Начинаешь Думать Что же Это Может Быть Думаешь Какие-то Свои Уже Линии Сюжета Кто Что Где Но В итоге Каждый Раз Приходит Облом Ага Я уже Вижу Заданец Вон Она Нотки Какая Приятная Нотки Нотки Насколько красивая песня Посмотрите, она все громче и громче Я уверена, это не лезис, где твоя Привет, Дарья, осторожно, не подходи слишком близко, испугаешь ребенка Но мы выяснили, что пела «Да, это она», так что это уже вопрос не бессмысленно задавать Я нашла его здесь совершенно одного, когда мы со Старшайном ехали по лесу Когда мы его нашли, он был такой одинокий и беспомощный, совсем один, и он не понимал, куда ушла его мама Мое сердце было готово разорваться на тысячу кусочков, когда я его увидела Это я и собираюсь выяснить, что ребенок должен быть со своей мамой Я хочу осмотреть окрестности и поискать его маму, и если произошло худшее, я сделаю все необходимое Дарья, я была бы тебе очень признательна, если бы ты последовала за жеребенком, пока меня не будет Сможешь помочь? Конечно Я знаю, что могу на тебя положиться, постараюсь вернуться попыстрее Старшайн, ты же не против помочь? Дарья наверняка не откажется от твоей компании Я буду охранять их и сделаю все для их безопасности, Лиза Слышишь, малыш, ты в хороших руках, они о тебе позаводятся Я скоро вернусь, обещаю Старшайн, как ты... Какой ты милый Лиза ушла, жеребенок, кажется, испугался Давайте только не будем устраивать погоню Малыш, все еще настороженно к тебе относится Осторожно подойди к нему и посмотри, даст ли он себя погладить Не спеши, и он, возможно, тебе доверится И за ушком почесали Жеребенок вроде бы успокоился, он слегка толкает тебя, но и, видимо, он голоден Когда мы с Лизой нашли этого жеребенка, он был в шоке Благодаря исцеляющей силе звездного круга С ним все будет в порядке Но не удивительно, что он все еще хочет есть Поблизости можно нарвать очень вкусных весенних листочков Которые я бы рекомендовала любой лошади Но такого маленького жеребенка должна кормить мама Пусть я обеспечу герою, но есть вещи, на которые даже я не способен Лучшее, что мы можем сделать, найти племенную кобылу Чтобы она выкормила жеребенка вместо матери Когда вернется Лиза, мы отведем его Герману в конюшню Юрита Я уверен, что он на нем позаботится как следует Как заботился обо мне Ну, я читала комикс, поэтому я знаю, что он вырос в конюшне Когда много раз перерождаешься, то детские исполнения кажутся размытыми Честно говоря, я мало что помню из этой жизни до того момента, как встретила Лизу Что я хорошо помню, так это приключение Ветер играет с моей игривой, я мчусь навстречу неизведанную Меня всегда заповождает моя духовная наездница Наверное, можно сказать, что у меня дикое сердце, мне нужен простор Второе, что моя духовная наездница это понимает Возможно, в нашем прошлом много общего, потому что мы с Лизой всегда так прекрасно ладим И потому что она так забыться об этом маленьком жеребенке И потому Что это ты имеешь ввиду? Извини, наверное, мне не стоило об этом говорить Кажется, вы с Лизой хорошие подруги Я уверена, когда-нибудь она тебе обязательно расскажет Эээ, стой! Не волнуйся, малыш, я здесь Фух, я не жду вот это Спасибо вам обоим, что мне позабыться о нем Надеюсь, он понимает, что у него есть друзья, которым можно довериться Я и о всем позаботилась Сейчас самое главное это жеребенок Нужно передать его в надежные руки Так, а что с матерью-то? Нужно отвезти его к Герману Он всегда был добр к нам обоим И для всеми покинутого жеребенка нет места лучше Ну, значит, поедем Тогда отправляемся в конюшню Герпика Я бы попросила скорее мчаться в конюшню И нужно следить, чтобы малыш не отставал В беде, Дарья Только если своешь, что песни Ехать под эту песню будет просто замечательным событием Такая красивая песня, ребята Насколько я помню, все песни вы можете послушать В приложении Star Stable Online На телефонах, которые можно скачать на Android и iOS Чтобы Герман Старк не зафициально прослушать Ну, а вы можете поискать и проставить Вот то, что Star Stable делает акцент на песнях Лиза, которая Устанавливает пеница Это просто прекрасно Итак, давайте же встретимся уже у Германа Итак, мы почти приехали Всю дорогу Лиза пела свою песню, пока та не кончилась Сейчас мы отдадим же ребенка на причине Германа Давно я его, кстати, не видела Это же Дарья, Лиза и Старшань Старшань, здорово, что вы пришли навестить старого Германа Мне поставить чайник? Мы рады тебя видеть, Герман А на этот раз с нами кое-кому нужна твое внимание намного больше, чем нам Кто этот малыш? Хм... Чего? Может, я и Стар, но в лошадях еще разбираюсь Имейте в виду, этот же ребенок звездокровный Звездокровный, совсем как ты, Старшань Звездокровный лошади с особой судьбой Интересно, какое будущее его ждет У нас есть несколько подобных кобыл, у которых недавно родились жеребята Я уверена, что кто-нибудь из них будет не против установить еще одного Мы устроим для тебя хороший дом, малыш Лиза, раз то, что ты сегодня ее сюда приняла То ты и дай ему имя Есть какие-нибудь идеи? Машу ребенка зовут Техас Звездокровный, вот это чудо Возможно, маленький Техас сам привел нас к себе, даже не осознавая этого Я уверена, что с ним все будет в порядке Но мне интересно, какая судьба его ждет Надеюсь, он найдет себе хорошего наездника Связь между человеком и Звездокровной лошадью Это нечто потрясающее, как между мной и Старшайном Звучит слишком сентиментальнее, Дарья Ха-ха, возможно, но так уж и есть В любом случае, сейчас мне гораздо лучше Как будто мое время стало нам немного легче Спасибо за все, Дарья, увидимся И кстати В этом обновлении именно этого же ребенка добавили в приложение Star Stable Horses Где вы его можете вырастить до 10 уровня и купить себе в конюшню Я думаю, я так и сделаю Тем более, что это предложение игр ограничено Так что, если у вас есть Иска и вам нравятся шведские лошади А уж тем более звездокровные Выращивайте и покупайте его Что именно, я и пойду сейчас делать Это все в этом обновлении на сегодня С вами была я, Даналия И моя лошадь, Милая Радость Не забывайте тренировать ваших лошадок Чистить их, а также угощать морковкой Всем пока Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok